Отопительный сезон в Твери вроде бы как начался. В большинстве многоквартирных домов пришло тепло. Однако для жителей трехэтажки по улице Ржевской сроки подачи тепла сдвигаются на неопределенный срок. В помещениях температура воздуха всего 11-14 градусов. Почему тверичане вынуждены мерзнуть в своих квартирах? И когда наконец потеплеют батареи, разбирался наш корреспондент. Вчера специально купила. Сейчас 14, потому что сегодня потеплее на улице. Жительница трехэтажки по улице Ржевской Галина Потемкина констатирует. Погода в доме немногим теплее, чем на улице. В помещении также сыро и прохладно, разве что ветра нет. Пришлось потратиться на обогреватель. Но и он в данной ситуации оказался бесполезен. Дом 1928 года постройки, старая проводка, поэтому массовое включение в сеть теплоприбора в прямом смысле накаляет обстановку до предела. Мы вчера заходили в тепловой узел, электрощетчик у нас уже горячий. Он скоро вообще выйдет из строя. У нас уже было несколько раз возгорание в подъездах. Именно поэтому соседка Галина Потемкина и Татьяна Клюева боится включать обогреватели. Мало ли случится пожар. Поэтому приходится спасаться при помощи подручных средств. Одеваю все, что можно. Даже шубу достала, чтобы в шубе ходить по дому. Это ужасно холодно. Я тут посмотрела, когда морозы были, у меня в доме 11-12 градусов было. Кроме того, в доме живут не только пенсионеры, но и молодые семьи с маленькими детьми. Рассказывают жильцы дома. И с начала холодов тепла в их квартирах не было вообще. По графику наш дом должны были подключить 5-6 октября. Ну, будто бы приходили сантехники и увидели, что где-то там авария течет. Мы стали звонить на горячую линию управляющей компании ООО «Каскад». Нам грубо ответили, что авария, Тверская генерация все знает. Наша редакция обратилась за разъяснением к тепловикам. В Тверской генерации подтвердили, что действительно есть повреждения на теплых сетях. В ближайшее время будет ремонт. Однако о сроках пока речи не идет. Между тем, жильцы дома номер 6 по улице Ржевска пишут жалобу в прокуратуру. В нашу редакцию за эту неделю поступало множество звонков от горожан с жалобами на отсутствие тепла. На утро пятницы часть проблемных объектов были подключены к теплоснабжению. Продолжение следует...